Hello, тема сегодняшнего занятия, Murphy, unit 17, have good and have. В чем разница? Have good – это неформально, то есть если вы тинейджер, вы можете сказать I have good, а если вы взрослый человек, лучше говорить через have. For possession – это владение, relationship, соотношение, illness, заболевание. You can use have good or have without good. There is no difference in meaning. То есть they've got a new car or they have a new car. Лучше сказать через have. И в том и в том случае они имеют машину, то есть они владеют машиной. А Лиза – это имя – has got two brothers. У Лизы два братья. А Лиза has two brothers. У Лизы два братья. I've got a headache. У меня головная боль. Или I have a headache. Our house got a small garden. Our house has a small garden. В нашем доме есть маленький сад. He's got a few problems. Никогда не говорите по-английски «problems». А в русском согласные смягчаются, то есть лето. А в английском все оно считает твердо. То есть problems later. Больше похоже на английский, да? То есть he has a few problems. У него несколько проблем. With this means possession you cannot use continuous forms and having. Со значением «владеть чем-либо» нельзя использовать формы continuous. То есть continuous – это через «ing» и служебное слово «am». We are enjoying our holiday with God. We have a new nice room in the hotel. Not with we are having. То есть мы наслаждаемся праздником. Мы получили новую комнату в отеле. Нельзя говорить «we are having». For the past we use head without God. За прошлое говорим «head». Лиза had long hair when she was a child. У Лизы было длинное волосы, когда она была ребенком. Нельзя говорить «Liza had good». In questions and negative sentences there are three possible forms. В вопросах и отрицательных предложениях есть три возможные формы. Have you got any questions? Вопросы есть? I haven't got any questions. Do you have any questions? Вопросы есть? I don't have any questions. Have you any questions? As usual. Мини-атипично. I haven't any questions. Has she got a car? У нее машина есть? She hasn't got a car. У нее нет машины. Does she have a car? Машина есть? She doesn't have a car. Has she a car? As usual. She hasn't a car. In past questions and negative sentences we use did, did not. В вопросах, которые отвечают за прошлое и в отрицательных предложениях, относящиеся тоже за прошлое, yeah, то мы используем служебные слова did и did not. Did you have a car when you were living in London? Вы имели машину, когда вы жили в Лондоне. Have – это имеет в виду владеть, хотя за прошлое хочется сказать I had a car, да? Но did – это служебное слово, и поскольку вопрос, то оно ставится вперед. I didn't have a watch, so I didn't know the time. У меня не было часов наручных. Клок – это настенные большие часы, так что я не знала времени. Лиза handled on hair, didn't she? У Лизы было длинные волосы. Не так ли? Have breakfast, have bus, have a good time. Есть устойчивое словосочетание, без слова have потеряло свой смысл, но оно используется как шаблон. То есть have breakfast нельзя сказать иметь завтрак, оно не звучит. Правильно – завтракать. Have a bus – не иметь ванну, а в смысле принимать ванну, мыться. Have a good time – иметь хорошее время, хорошо проведенное время. We also use have, but not have got for many actions and experiences, for example. Мы часто используем have, но не have got. Вообще have got лучше никогда не говорить. Have – оно самодостаточно и выражает все на свете. Для примера. Have breakfast, have dinner, have cup of coffee, have something to eat. Завтракать, обедать, получить чашку кофе, что-либо съесть. To have a bath – ванну, то есть принимать ванну, принимать душ, плавать. To have a break – перерыв. Это не значит ванна. To have a rest – иметь, то есть получать воду. To have a party – устраивать вечерин. To have a holiday – устраивать праздник. To have an accident – авария. To have an experience – получать ок. To have a dream – дремного значения. Первая мечта – I have a dream, сказал Мартин Лютер Кинг. А вторая – в смысле сон. То есть ориентируйтесь по контексту, что именно. To have a look – взглянуть. To have a chat – иметь разговор, причем ближе к сплетни, несодержательный. Conversation – это более деловой разговор. Discussion – это обсуждение. То есть люди компетентны и придерживаются какого-то либо регламента. To have difficulty – иметь сложность. To have trouble – иметь проблемы. Причем difficulty – это затруднение, а trouble – это уже серьезно. To have fun – веселиться. To have a good time – хорошо проведенное время. To have a baby – иметь… стоп. А завести ребенка – иметь ребенка нельзя. To give birth to a baby – дать возможность ребенку родиться. To have good – is not possible in the expression in the box. Compare. А нельзя говорить have good в указанных примерах. Сравните. Sometimes I have to eat a sandwich for my lunch, but not have good. Иногда я ем сэндвич для моего ланша, но не через кого-то. Но I have good – через скобку, в смысле и тот и тот вариант, можно сказать. I have some sandwiches, would you like one? То есть у меня есть сэндвич, не хочешь ли ты? Мой вам совет – have good никогда не говорите. Зачем все туманить голову? Have – самое достаточно. Оно видите, сколько всего выражает. You can use continuous force and having with the expression in the box. We are enjoying our holiday. We are having a great time. Not we have. Мы наслаждаемся вечеринкой. У нас хорошее время. Нельзя сказать we have. Майк is having a shower at the moment. He has a shower every day. У Майк принимает душ в данный момент. Он имеет душ каждый день. В вопросах и негативных предложениях используйте do, does, did. Do – это ты и вы. То есть do you speak English? Ответ – yes, I do. Does – это ты. Он – она, он, он, он. То есть does he speak English? Did – за прошлое. Did he speak English? I don't usually have big breakers. Not I usually haven't. Don't – это отрицание. Usually – указка на время. То есть я не имею нефти. Я не завтракаю большими порциями. What time does Jenny have lunch? В какое время обычно Jenny имеет lunch? Does – потому что Jenny – это она. Значит, надо вешать кончание с. Если будет повествовательное предложение, то Jenny has lunch. Did you have difficulty finding a place to live? Были ли у вас затруднения найти место держить? Здесь же указано слово trouble. То есть did you have troubles finding a place to live? Это значит, были ли у вас серьезные затруднения. В стиле регистрации, прописки и так далее. То есть вы понимаете. Одно слово, когда вы делаете ошибку, оно кардинально меняет смысл. Difficulty и trouble вроде два сапога пара, но разница есть. Difficulty – легкое затруднение, trouble – более серьезное. Я рекомендую вам to have fun. То есть хорошо проводить время с этого шаблончика. А для этого нужно знать английский. То есть предлагаю вам выучить английский здесь. Репетитор по Skype Smart Teacher 197. Первый урок бесплатно. Цена последующих занятий 300 рублей. Причем вы платите после уроков. То есть это наилучший вариант. Надеюсь, вы согласны. Всего наилучшего. Goodbye. Goodbye. Субтитры создавал DimaTorzok